Приветствую, это Шамшурин, и это видео очень интересное, оно посвящено тому, что означает женская фраза «Если мужчина хочет меня увидеть, он обязательно найдет возможности для этого». Эта фраза достаточно частая и распространенная, и от девушек она звучит нередко. Что это значит, что с этим делать, и так далее, и тому подобное. Вначале короткая история одного из наших недавних выпускников, Евгения, который прошел нашу практику. Он был на свидании с девушкой, то есть он познакомился с девушкой, пригласил на свидание, они целовались на первом свидании, все круто, очень сильно сблизились, и у них какие-то были разговоры. И в какой-то момент девушка говорит, вот, ты знаешь, я считаю, что если мужчина хочет меня увидеть, если ему это надо, он обязательно найдет способ для того, чтобы это сделать. На что Евгений ответил, что «Ой, со мной это не прокатит, это не про меня». И дальше произошло следующее. В конце свидания они договорились встретиться на следующий день, еще раз увидеться, все было здорово, классно, круто. В итоге они договорились встретиться в назначенный час, назначенное время. Что происходит? За 15 минут буквально до встречи девушка начинает, он ей звонит и говорит, я уже здесь, а ты где? Она говорит, слушай, я еще в пути, туда-то не успеваю, давай мы встретимся посреди станции метро на такой-то ветке. Он говорит, ну окей, ладно. Он садится в метро, доезжает до этой станции, пишет ей, говорит, я здесь. Она говорит следующее, что ты знаешь, я уже уехала, или что-то в этом духе, что типа я уже не там. То есть и в итоге он просто не понимает, что происходит, он говорит, ну окей, ладно. В общем, она в итоге пишет, у меня вообще не получится сегодня. И он ей говорит, слушай, ну тогда давай завтра, перенесем на завтра. Она говорит, хорошо, давай перенесем на завтра. И в этот момент здорово, что он позвонил нам, то есть он связался с Тиграном, потому что у всех выпускников практики есть такая возможность звонить нам после тренинга в любое время, сколько хотите раз, это все бесплатно, хоть пожизненно, и задавать вопросы. И косяк в чем, что на самом деле, когда Евгений говорил, что со мной такое не прокатит на свидании, что девушку, если хочешь увидеть, то обязательно найдешь способ, будешь за ней бегать. По факту это прокатило. И по факту, если у нее, она назначила с мужчиной время встречи, что-то не получилось, то это исключительно она должна была предложить, извиниться, и предложить следующий какой-то вариант встречи. Но в итоге предложил он. То есть что он сделал? Он начал за ней бегать. И когда он позвонил Тиграну, мы ему как бы встряхнули его немножко, напомнили, что, как и почему, и категорически настоятельно попросили его пропасть. И это никак не связано с нынче модным вот этим тупым, абсолютно ублюдским игнором. Это связано совершенно с другим. Это связано с тем, что если мужчина озвучил, что со мной такое не прокатит, что со мной так не получится, я не тот, кто будет за тобой бегать, значит, своим словам нужно соответствовать. То есть твои действия должны соответствовать твоим словам. И этот момент, на самом деле, был решающий. Потому что если бы он все-таки позвонил на следующий день и сказал, ну что, давай ты где, я тебя снова жду. Все. У нее уже отношение, оно уже почти сформировалось. У нее тогда бы точно сформировалось отношение к нему, как к потенциальному подкаблучнику, к песику, который будет бегать, прыгать на задних лапках. То есть, который полностью будет соответствовать вот этой ее парадигме, что если мужчине надо, значит, он обязательно найдет возможность встретиться. Причем, может быть, это даже не ее там жизненная парадигма. Она это где-то вычитала. Сейчас же у нас засилие тренингов, психологов, вот этой прочей блевотиной. То есть, каждый, сука, первый человек в интернете, в инстаграме женский энергокоуч, блядь. Коуч ресурсных состояний. Вот это все говно еще больше засирает женские мозги. И эти женщины по тупости своей это все впитывают, хавают и так далее. Получается то, что получается. Может быть, даже это не ее парадигма. Она где-то это вычитала, где-то услышала, но есть факты. И что произошло дальше? После разговора с нами Евгений все понял. И позже он написал такую смс нам в ватсайпе. Он говорит, слушайте, ребят, я, кстати, реально все пересмотрел, осознал и понял, что мне после вот этой вот ее выходки даже не захотелось с ней больше видеться. Я понимаю, что с одной стороны у меня есть спортивный интерес, а с другой стороны, да ну ее нафиг, как бы так себя нормальные девушки не ведут. И он совершенно прав. Он сказал, что я уже назначил свидание с другой девушкой, с которой недавно также познакомился. И вот предпочту пойти на свидание с другой девушкой. И в его случае такие ситуации, как эта ситуация с этой девушкой, пройдут крайне легко и безболезненно. Почему он может себе это позволить? Потому что теперь, после того, как он прошел тренинг-практика, для него познакомиться с любой понравившейся девушкой, подойти, заинтересовать, пообщаться, взять номер, пригласить на свидание, это абсолютно не проблема. И это базовая вещь, это фундамент, на котором должно все строиться. Если для тебя это не проблема, это все легко, а это должно быть легко, то, безусловно, тогда и выбирать себе девушку, нравится тебе с ней или не нравится, то есть готов ли ты терпеть ее выходки или нет, это будет достаточно легко. Но если в твоей жизни женщина появляется раз в пятилетку каким-то случайным образом, то ты просто обречен на то, что ты будешь терпеть вот эти выходки, вот эту хрень с ее стороны, будешь на это вестись, и в итоге, если кто-то думает, что это не так страшно и печально, это ужасно страшно и печально, и это обладает потенциально гигантскими, отвратительными, отрицательными последствиями. Потому что хрен с ним, там у тебя не будет секса, это все мелочи. Ты справишься, чувак. Но если ты станешь мужем женщины, которая будет себя так вести, то ты обязательно станешь подкаблучником, ты обязательно станешь неуважаемым ей мужчиной, в вашей семье будет раздор и разлад, и когда-нибудь, рано или поздно, вы разведетесь и, не дай бог, еще нарожаете детей. То есть это вообще проблема, на самом деле, гораздо большая, чем ты себе можешь представить. И сейчас я расскажу тебе, что нужно и что можно вообще сказать девушке на такую фразу, чтобы она осознала, что это неправильно, и, в общем, как из этой ситуации выйти. Но прежде, раз уж я заговорил про практику, охренительная супер новость для тех, кто давно собирался, и вот сейчас лучше, чем никогда. Значит, мы проведем новогоднюю практику. В чем нюанс и в чем особенность? Впервые за всю историю, за три с половиной года этого тренинга он пройдет в двух городах. Это Петербург и Москва. Значит, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е декабря Санкт-Петербург. И 9-е, 10-е, 11-е, 12-е декабря Москва. Это будут два тренинга в двух разных городах. В чем еще особенности и нюансы, которые будут, которых не было до сели, и они будут один только раз в жизни? На каждый из тренингов мы пригласим пару красивых девушек, на которых ты сможешь отрабатывать задания в зале, пробовать на них свои силы, ты даже сможешь их пообнимать, потрогать, прикасаться, останавливать, то есть какие-то вещи, все задания, все практики, все какие-то нюансы ты сможешь отрабатывать на живых, реальных человеческих женщинах. Мы будем показывать примеры, ты будешь пробовать это сам, такого еще не было. И еще один момент, каждому человеку, который вписывается в этот тренинг, у нас полагается абсолютно бесплатное, сразу же после того, как вы забронировали себе место, разбор ваших страхов, ваших ситуаций, ваших барьеров, ограничений, убеждений, то есть вы получите возможность бесплатно еще до тренинга разобрать дистанционно по онлайн какому-то инструменту. Разобрать ваши затыки, ваши ограничения, ваши вещи, которые мешают в ваших головах вам комфортно и легко общаться с женщинами. И это уникальный момент. Итак, значит, 2, 3, 4, 5 декабря Санкт-Петербург, 9, 10, 11, 12, Москва. Значит, что касается всех подробностей, локдаун, прививки, QR-коды, где заселиться, а где можно гулять, где нельзя ходить, а что будет, а как будет проходить тренинг в условиях, текущих условий, то, что происходит в нашей стране и в мире в целом с этой пандемией. Все это ты сможешь узнать на собеседовании с Юрой. Для этого тебе нужно оставить заявку здесь по ссылке под этим видео и там тебе ответят абсолютно на все вопросы, объяснят, расскажут, как, что можно сделать, как выйти из создавшейся ситуации, как все-таки принять участие в грандиозном новогоднем тренинге практика, которая называется «Две столицы». Итак, а сейчас самый главный смысл этого видео. Почему вообще женщины могут говорить эту фразу? То есть фразу, которая звучит так «Если мужчина захочет, если ему надо, он обязательно найдет способ встретиться со мной». Ну, во-первых, причин много, я назову несколько. Да, действительно, потому что мужчина несколько тупит, несколько аморфен и безинициативен, и она тем самым хочет как бы его подтолкнуть, мол, что давай, я готова, если тебе надо, что-то для этого сделай. Вторая причина. Когда девушке нужно вот, ну, чуточку поломаться, вот хочется ей немножечко, капельку повыпендриваться, повысить какую-то свою значимость в твоих глазах. Еще некоторые женщины думают, что если мужчина будет бегать, а она будет немножечко так от него убегать, то, значит, это покажет серьезность его намерений и его серьезный настрой по отношению к ней. Либо же еще одна причина, которая довольно часто попадается, от какой-то своей нездоровой башки женщина реально хочет почувствовать себя какой-то королевишной, что вот за ней тут бегают, уговаривают и упрашивают. Неважно. Причин еще других может быть абсолютно большое количество. Важно другое, сейчас внимательно, значит, важно показать, неважно по какой причине она говорит, важно, чтобы ты показал и донес до этой женщины, показал ей, что ты, как мужчина, как человек, как личность, смотришь на это высказывание, как на крайнюю глупость, бессмыслицу и на то, что ни к чему хорошему не приведет. Как это сделать, сейчас расскажу. Но не надо говорить ей, что нет, это глупость, ты не права, ты дура, там, то есть человек тогда закроется, она не будет воспринимать вашу информацию. То есть для того, чтобы донести это до девушки, и опять же, зачем донести, чтобы самому в ее глазах возвыситься как нормальный, достойный, уважающий себя, умный, логически адекватный мужчина. Нужно для этого эту фразу как бы показать девушке с другой стороны, то есть покрутить ее, чтобы она увидела все какие-то соответствующие нюансы, о которых она даже не подозревала. Можно сказать первое. Правильно ли я понимаю, что ты хочешь найти себе мужчинку, который будет некой такой собачонкой, который будет вот так по щелчку пальца бегать за тобой, уговаривать тебя, упрашивать тебя, делать все, что ты хочешь, исполнять все твои прихоти и стоять перед тобой на задних лапках. Правильно ли я понимаю, что такой мужчина тебе нужен? И скорее всего женщина скажет, нет, ты что, такой не нужен. Неважно. Пока неважно, что она отвечает. Дальше ты продолжаешь. Слушай, мы же прекрасно знаем оба с тобой, что любой женщине хочется, чтобы она была с мужчиной, которого она будет уважать, ценить и любить, на которого она будет смотреть с восхищением и с уважением. Ты же понимаешь, что когда мужчина на задних лапках бегает перед тобой и уважение к этому мужчине, эти вещи несовместимы. Правильно? Правильно. Второе, что нужно сказать. Возможно, ты думаешь, что если мужчина будет вот так вот за тобой бегать, а ты будешь как-то там, ну я не знаю, я не хочу, там, ой, извини, я что-то передумала и так далее. То есть, возможно, ты думаешь, что это покажет серьезность его намерений по отношению к тебе. Но, стоп, неужели ты настолько, как сказать, глупа? А ты же не глупа. Это такой, типа, хитрый ход. Что думаешь, что серьезность мужских намерений проявляется именно в том, что он готов за тобой бегать какое-то время. То есть, как минимум для этого нужно время, чтобы увидеть действительно его поведение, его отношение к тебе. То есть, как он готов с тобой общаться, что он готов для тебя делать. И второе, серьезность намерений мужчины проявляется в его других поступках по отношению к тебе. И это явно не цветы, не комплименты, не беготня, не ухаживание, не готовность резко переносить свидание. Это другие поступки. И третье, что ты должен ей сказать, что именно ты, я так делать точно не буду. Это точно не моя история. Почему? Потому что я считаю, что если один человек хочет, неважно, мужчина, женщина, кто угодно, хочет увидеть другого человека, то он ему обязательно скажет, да, я хочу, и он пойдет навстречу. Если у меня есть желание с кем-то встретиться, я не люблю, когда меня уговаривают, упрашивают, я терпеть не могу, когда за мной бегают, просят, чтобы я выделил время. Я ненавижу это. И сам, естественно, как нормальный, уважающий себя человек, никогда не буду ни бегать, ни уговаривать, ни упрашивать. Да, да, нет, нет. Мужчина делает шаги навстречу, женщина тоже, по-своему, но тоже делает шаги навстречу. Хотя бы не мешает этой встрече состояться. Это уже, в этом уже заключаются шаги. Поэтому я так делать не буду. И, естественно, что очень многое будет зависеть от того, какая реакция девушки, реакция девушки на эту твою полемику. То есть от ее реакции будет зависеть очень много. Если она такая, ну, в принципе, да, с тобой согласна, ты прав. Ну, да, 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 ты прав. Ты говоришь какие-то логические вещи, то все здорово. Это же еще и некий тестер, это проверка этой девушки на адекватность. А если ты сейчас в начале общения проигнорируешь эти проверки, то ты рискуешь связать свою жизнь просто с внутренней женщиной. Вот. Если она будет отстаивать свое, нет, я считаю, что это не так. Пусть бегает, вот, надо, пусть там уговаривает, пусть ждет. Все, ты свои выводы сделал. И дальше уже тебе выбирать, вестись на это дерьмо или нет. Нет, если у тебя есть выбор, если для тебя не проблема общения с другими женщинами, а это ты сможешь сделать на практике здесь внизу по ссылке, то ты скажешь, ну, окей, либо ты будешь воспринимать эту девушку как только разово для секса, либо там вообще откажешься от общения с ней и совершенно правильно по отношению к себе сделаешь. Но, как в случае с Евгением, о котором я тебе сейчас рассказал, важно не просто это говорить, важно показывать это своим поведением, важно соответствовать тому, что ты говоришь. Итак, вот такая история. Я надеюсь, что она была для тебя полезна. Обязательно ставь лайки, пиши комментарии. Всех жду на новогоднем, последнем, заключительном тренинге. Практика, Москва и Санкт-Петербург, 3, 4, 5, 6, Санкт-Петербург и 9, 10, 11, 12, Москва, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Полноценные два тренинга в начале декабря. Все подробности здесь и все вопросы ты узнаешь на консультации. Пока. Продолжение следует...